Рада всех приветствовать! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал! Городок, расположенный на крутом склоне горы, это Песко-Сансонеско. И именно о нем будет сегодня мое видео. Песко-Сансонеско – это небольшой город в регионе Абруццо, провинции Пескара в Центральной Италии. Этот великолепный городок расположен недалеко от важных Апеннинских перевалов. В прошлом он был ориентиром для многих древних народов, оставивших заметные следы. Песко-Сансонеско – это название, которое означает «скала Самсона» по имени дворянина, владевшего им в X веке. Город был основан как сельскохозяйственный замок аббатства Сан-Климента Казаурия. В 1934 году оползень серьезно повредил средневековую деревню, которая была практически полностью заброшена. Впоследствии новый город был построен недалеко от нее и получил название Песку-Литорио, сегодня известного как Песку-Нову. Песку-Веккио – это название старого города, исторического центра, который до сих пор сохранил средневековую атмосферу. Дома расположены там на разных уровнях вдоль склонов скалистого отрога, на вершине которого видны остатки древнего замка Сансонески. В 19 веке здесь родился молодой мастер Нунцио Сульприцио, которого в 2018 году Папа Франциск провозгласил святым. Сегодня храм святого Нунцио является местом паломничества. 1 декабря 1963 года Папа Павел VI объявил Нунцио блаженным на Втором Ватиканском соборе. И с этого момента зародилась идея строительства нового храма для Нунцио в его родном городе. Недалеко от средневекового центра существовала скромная церковь, посвященная ему, построенная в 1890 году и названная Сан-Джувани. Церковь была построена недалеко от пещеры Рипороса, где речная вода текла из скалы, куда Нунцио приходил помолиться и найти облегчение от раны на ноге. Церковь, построенная в деревенском стиле неоклассицизма и поздней готики, в 1928 году была расширена. В 1970-х годах после биотификации начала распространяться идея восстановления более крупного храма по проекту архитектора Анжелини. С 1979 года по 1990 годы продолжались работы по полной реконструкции храма со сносом старого, снесенного в 1988 году. Новый храм был освящен в 1990 году. В 2022 году завершились реставрационные работы на парадной площади, которая теперь разделена на несколько каменных площадей, лестниц, садов и скульптур вдоль подъездной дороги от автобусной площади к храму. Храм построен в современную эпоху, выполнен в современном стиле, но обладает неоспоримым очарованием благодаря расположению в скале горы. Его, несомненно, стоит посетить из архитектуры, святой воды и прежде всего, чтобы узнать историю святого Нунцио, юноши, который до самой смерти терпел лишения, угнетения, боль и который является покровителем рабочих. Церковь расположена рядом со скалистым отрогом, из которого вытекает источник репороса, который частично встроен в апсиду, считающийся священным местом. Храм полностью выполнен в современном стиле. Грубый бетонный неф напоминает пещеру-собор. Белый бетонный фасад имеет прямоугольную узкую длинную геометрию. Фронт завершает внушительная полихромная мозаика, созданная Гвиду Веруа, изображающая Иисуса на троне, рядом с ним святого Нунцио и святых Иосифа и Иоанна. Внешние блоки здания образуют однонефный шестиугольник с осью, перпендикулярной скалистому гребню. Центральное пространство перед Пресвитерием возвышается над остальным залом, словно напоминая характерную типологию трехнефных церквей. Большая часть останков святого Нунцио почитается в церкви Сан-Думеннику Суриану в Неаполе, в урне под главным алтарем. Но другие реликвии хранятся в Песку Сан-Сонеску, в храме, посвященном ему. Ровно за алтарем со статуи спящего святого находится скальная стена, из которой льется родниковая чудотворная вода. Родниковая вода, которая питает фонтан с овальной чашей, для тех, кто верит, считается чудодейственной. И хочу рассказать о непростой жизни святого Нунцио, который рано познал страдания и боль. Родился Нунцио Сульпритю 13 апреля 1817 года в Песку Сан-Сонеску. Родители его отец Думеннику, сапожник по профессии, и мать Роза, приодильщица, были людьми большого достоинства, набожными и богобоязненными. Но когда Нунцио было всего лишь 6 лет, он потерял отца и мать. После смерти родителей его взяла к себе бабушка по материнской линии, Анна Розария Дель Россу. Для Нунцио бабушка стала настоящим учителем жизни и веры. От нее он научился любви к святой Евхаристии, к священникам и к пресвятой Деве Марии. Маленький Нунцио вместе с бабушкой ходил в приходскую церковь на службу, где он пребывал в поклонении молитвы долгие часы, а по возвращении домой вместе с бабушкой читал святой Розарий. Но когда в 1826 году умирает его бабушка, Нунцио в свои 9 лет остается один. Так случилось, что дядя по материнской линии, кузнец, грубый и пристрастившийся к вину человек, жестокий и совсем не богобоязненный, взял Нунцио к себе. И заставлял Нунцио работать в своей кузнечной мастерской, эксплуатируя его, не учитывая, что он всего лишь ребенок. Тяжелые грузы, большие расстояния, которые нужно было преодолевать пешком в любую погоду и в той же самой одежде. Но Нунцио делал это, не жалуясь. Он думал об Иисусе и начинал прилагать свои усилия, чтобы искупить грехи мира и заслужить рай. Именно здесь жизнь Нунцио начинает прослеживать мучительный путь Иисуса к Христу. Тем временем на левой ноге Нунцио образовалась гнойная язва, причинявшая бедному юноше мучительную боль. Вечером после работы в мастерской он, уставший, истощенный, пошел к ручью, чтобы промыть рану. В этом месте Нунцио не только промыл рану, но и вознесся в молитве к Богу и Деве Марии, которой он был предан с детства. Теперь вода в Рипоросе считается чудесным источником. Стена, которую мы сейчас видим, это свидетельство о чудесных событиях исцеления, связанных с именем святого Нунцио, где люди оставляют письма, открытки, фотографии, картины с благодарностью святому или предметы чудесного исцеления. Продолжу рассказ. Невылеченная гнойная язва распространялась все больше и больше. И в 1831 году из-за тяжелого состояния здоровья был госпитализирован в больницу Лаквилы. Соприкосновение с миром страданий не испугало юношу, а пробудило в его сердце желание служить другим. Хотя ему было очень больно, он любил приходить в постель других больных, чтобы принести ему тишение молитвой и любое небольшое облегчение, которое он мог предложить. Он даже творил настоящие чудеса, как это происходит с неким Николой Ла Розой. Этот мужчина был госпитализирован с раком горла и страдал от ужасной боли. Но однажды Нунцио подошел к нему и сказал, «Не бойтесь, сейчас я наложу вам повязку, и вы увидите, что сразу почувствуете себя лучше». На следующий день врачи, осмотрев Николу, поняли, что рак горла исчез. Врачи, констатировав тяжесть болезни Нунцио, объявили его неизлечимым. Другой дядя по отцовской линии, узнав о положении Нунцио, поручает племянника своему полковнику, кавалеру Феличи Вохингеру, человеку знатного звания из Неаполя. Мальчика он взял под свою защиту, и было решено, что Нунцио должен переехать к нему в Неаполь. Долгое время оставался Нунцио в больнице Санта-Мария-дель-Пополу, известную как «Неизлечимый» в Неаполе. Как только его положили в больницу, Нунцио попросил, чтобы ему разрешили принять первое причастие. С этого дня Нунцио больше не хотел лишать себя тела Христова, который он всегда принимал с великой преданностью и тщательной подготовкой. На какое-то время Нунцио почувствует себя лучше. После выписки из больницы он переезжает к полковнику. Однако этот период безмятежности прерывается обострением болезни и диагнозом, который для Нунцио является смертным приговором – это рак костей. Нунцио показывает себя сильным до конца. Он утешает полковника, которого теперь называют отцом, уверенностью в том, что однажды они снова смогут обнять друг друга на небесах. В мае 1836 года Нунцио был прикован к постели и больше не мог двигаться из-за сильной боли. Смерть освобождает его от боли 5 мая 1836 года, когда ему было всего 19 лет. Сегодня в память о Нунцио в его родной деревне на доме установлена мемориальная доска. А современная скульптура из кованого железа, изображающая Нунцио, служит входной дверью в мастерскую, где он работал у жестокого дяди. Средневековая часть Песко-Сансонеско похожа на путешествие в прошлое, место, которое сейчас кажется тихим, но по-прежнему является достоверным свидетельством богатого и густонаселенного прошлого. Это была история о святом Нунцио, который считается защитником рабочих, молодежи, инвалидов и жертв труда, потому что он умер всего в 19 лет молодым от рака костей, который был вызван, скорее всего, ужасными условиями труда. Надеюсь, так же, как и мне, вам было интересно узнать о судьбе этого святого, увидеть место, где он родился, вырос и жил. И в заключение хочу процитировать слова святого Нунцио. Всегда будьте с Господом, потому что все добро исходит от Него. Страдайте ради любви Божьей и с радостью. Конечно, я изложила информацию в максимально сжатом варианте, но я постаралась охватить наиболее важные моменты. А сейчас полюбуемся старой деревней, виды которой поистине прекрасны и характерны. Деревня необитаема. После оплазня 1934 года, когда обрушилась половина горы, деревня пришла в запустение. И сейчас мы видим лишь остатки того, что уцелело. Благодарю всех за просмотр и внимание. Желаю всех благ и увидимся в следующем видео. До новых встреч!